Я начну с третьей волны. Почему с третьей? Потому что, ну, бывает, молитва начинается, и ты, ну, ты ходячая молитва. Ходячая молитва, просто иногда, знаете, ты точно так же бывает зациклен, когда ты встал, допустим, о, я вот просто вот это встал в молитву, а дело в том, что мы вообще просто, мы дом молитвы, мы ходячая молитва, мы, даже если ты не сказал так, говорит Господь, это не значит, что он так не говорит, понимаете, да? И вот я, значит, это я как раз у мамы, вот в подвале-то, январь для меня это просто был, я вообще, по-моему, я не знаю, выходил или я вообще с молитвой, но волны мне Господь показал, и вот, и вдруг я ловлю, я, короче, пьяный в дробога в молитве. Опять кому-то, может быть, не понравится. В общем, я стою со стола, я знаю, что я не могу, короче, на столе я упаду, я, короче, я к дивану, к дивану, я, короче, упал, я пьяный, пьяный, вот, знаете, вот, как будто, вот, знаете, вино в каждой клетке. И думаю, Господи, спасибо Тебе. И вдруг я внутри себя получаю волны, волны. И я Духа Святого сказал, а что было до этой волны, как я пришел к этому пьяному состоянию? И мне Дух Святой напоминает, что когда я шел туда, мне так плохо было, мне так ужасно плохо было, я просто, ну, не знаю, мне очень тяжело было. Ну, вот, знаете, когда состояние, как будто умирает. И я иду, и у меня просто, почему все не так? Вроде все как всегда. И, знаете, и Дух Святой, и вот я чувствительно сыгрую моментально, и он мне говорит, цена пророка, цена пророческого служения. Понимаете, мы должны, когда ты понимаешь причину, когда ты понимаешь, что не все просто так, ты понимаешь, по-другому начинаешь смотреть. А, вот почему. Почему так тяжело? Почему так плохо? Потому что дьявол не хочет тебя пропускать. Он посылает людей, которые не хотят этого видеть. И приходит вот эта плема Иевусеев. Они, понимаете, они просто духовно хромые, они духовно слепые, понимаете. И говорит, враг не пройдет, ты не пройдешь, потому что Бог же есть любовь, и понимаете, здесь милость и все остальное. И Давид говорит, слушайте, давайте, возьмите мечи, иначе не войдем в Иерусалим. Потому что это не просто хромые и слепые, а это, говорит, колдуны, это те, которые высвобождают вот этот колдовской дух, говорит, царь, не пройдет. Потому что, а что подумают другие люди, что он не пожалел вот этих хромых и слепых? А что написано в церкви? Не приноси на жертву хромое и слепое, понимаете. Поэтому, хотим мы или не хотим, но это, понимаете, это, ну, как я вот послание получал, это церковь, детка. Если ты детка, тебе надо вырасти, понимаете. И вот, и, значит, это первая, я первая волна, которая была, цена, цена. И потом, знаете, в этой цене, я бы даже, знаете, может быть, привел бы Псалом 21, вот когда я вот, вот это мне пришлось, символом, думаю, ну, а что можно, как бы сказать, вот, мои переживания, которые из Библии. И там, в Псалме 21, там написано, он с этого и начинает. Он, то есть, Бог мой, да почему оставил меня? Там, говорит, просто скопища с зубами такими, они окружили меня. И хотят смерти моей. И просто молитва так начинается, молитва так начинается жестко. И нам, как бы сказать, по учению о правильном восповедании, мы же как, понимаете, мы неправильные вещи делаем. Когда нам тяжело, мы начинаем, так, все, заткнули уста свои, подожди, выложи Богу факты. Выложи, как тебе жестко, как тебе тяжело, как тебе умереть хочется. Пророк Иеремия, он в третьей, по-моему, главе, будь проклят тот день. Ты понимаешь, ты искренен, ты чист перед Господом. Господи, меня несет, короче, мои мозги съезжают на бекрень. И вот у него это почти там до 18 стиха все это было, как это скопище окружило меня. А потом у него начинается, говорит, они, говорит, смотри, они, говорит, Господи, они делят мои резы. Они, говорит, вбивают гвозди в мои руки. Я не понял, кому вбивали. Иисуса или Давидов? Резы чьи делили? То есть, понимаете, он выходит, у него одождествление. Святое Писание, говорит, мы с ним умерли и воскресли. В конечном итоге его молитва переходит в видение Иисуса Христа. И он говорит, Господи, ты пострадал за эти вещи. Ты уже прошел этот путь, ты прошел мою печаль, ты прошел мои слезы. Ты умер за мою депрессию. Ты умер за то, чтобы эти враги, они не прибили меня. И вдруг после этого видения он там начинает. Вау! Он в великом собрании. Я славлю тебя. И множество идут за тобой до краев земли. И знаете, перемещение в пространстве. Вроде бы казалось висеть на кресте, но он уже не был на кресте. Он в духе был в совершенно другом, понимаете, времени. Он был совершенно в другой, я не знаю, в другом сезоне был. Он уже был в будущем, понимаете. А в Боге нет ни прошлого, ни настоящего. Ни будущего и вдруг приходит радость. И знаете, вторую волну, которую я переживаю, это радость. Такая радость. Я так радовался после того, когда мне Господь сказал о том, что это цена. Я почувствовал эту цену на моем теле, в моей душе. И потом радость. А потом пьянство. Я пьяный. И знаете, можно было закончить на этом. Я пьяный. Аллилуйя. Так хорошо быть пьяным. Потому что пьяное море по колено. И у пьяного оно анестезия. Да, нет. Вот я помню, он там что-нибудь такой, вроде фингал есть, а думал, где получил. Даже не больно было. У меня друг там в Афгане служил. Сейчас полтора года не пьет все-таки это. Прикатило ему это. А так это с пятого этажа улетел без парашюта. Все белевые веревки собрал и жив остался. Пьяный был, понимаете. Ну, если бы пьяный не был, не улетел. Ой, не был бы это. Вот такое. И ничего, нормально все ходил. Ну, не знаю. Не буду об этих страшных. Ну, ладно. Там у брата, там друзья там были один. Один просто взял это. Ну, как же, тоже что-то с ним было. Упал с пятого этажа, живой остался. Но пить не перестал. И потом решил вторую попытку сделать. Просто разбежался, улетел, видимо, там. Как черепелки или что. И не выжил. Все-таки это закон этого тяготения работает. Но Бог дает шансы. И драгоценное. И вдруг я после вот этого пьянства, я получаю четвертую волну. Я просто реально оторвался от земли. И на меня сошел такой шалон. Такой мир. Мир, который превышен всякого ума. Это, знаете, можно постоянно ходить вот в этой первой волне. Тебя бьют. Тебя ненавидят. Тебя душат. Тебя давят. Понимаете? И вдруг ты получаешь такой мир посредине. То есть ты ненормальный человек. Ты понимаешь, ты не принадлежишь этому миру. И вы понимаете, это, вот помните, когда Бог показал пророку Илле, что говорит, я не в ветре, раздирающем горы, не в землетрясении. Я в вене, тихое ветро. А у него же на что настрой был? О! Чуть ли не целая страна собралась, когда я 850 пророков-то укокошил. Сам царь видел меня. Я впереди колесницы лежал. Я дождь снес с неба. И что интересно, это было от Бога, но это не был сам Бог. А Он говорит, а я, цель моя, чтобы ты пережил встречу не то, что от меня, а самого меня. Вот куда мы должны прийти. Аллилуйя. И потом, знаете, после вот этого шалома, после этого шалома, я вошел в тишину. Я называю это уединение. Это вообще никого нет. Только ты и Он. И это называют влиятельной тишиной. Потому что ты, казалось бы, молчишь. У меня жена говорит, надо это. Это пастор говорит, это все-таки, говорит, болтать меньше. Даже в молитве. Потому что есть такая тишина, которая, почему ее влиятельной тишиной называет? Потому что написано, когда женщина молчит дома, что-то происходит с ее мужем, что-то происходит с ее детьми. Наверное, и мужу надо переставать вякать, когда он хочет, чтобы что-то в жене изменилось. Потому что нам кажется, тишина, она как будто ничего не происходит. Но тишина, она реально влияет. Апостол Петр об этом говорит. Помните, когда Захария, Бог закрыл рот. И вот эта влиятельная тишина повлияла на то, что родился пророк. И что вы думаете, я здесь переживаю? Я не просто волна описывала. Я реально вопрос возназвал, и мы господи, ты что-то врога рожаешь? И шестая волна, я начал переживать схватки. Это когда твое дело начинает реально трястись. Я, знаете, что скажу? Пускай не здесь, но, может быть, дома. Слушай, а позволь Богу вот коснуться из Духа, не только твоей души, которая, может быть, хочет орать, хочет плакать, вопить, смеяться, радоваться. со мной твое тело. Вы иногда, знаете, я вот пастор Андреев на Кубе был, и там, говорит, они очень, с одной стороны, эмоциональны, кубинки, кубинцы, и, ну, там он, ну, ладно, две истории расскажу, одну, по-моему, рассказывал, и, значит, и, говорит, там их просто колбасит, некоторых там. И мы привыкли, что если кого-то трясет, то это бес. И он, знаете, ну, может почистить это на ухо. И он говорит, слушай, это не были бесы. Вот это Дух Святой, который касается людей. И, поэтому, если ты увидишь, если кого-то запрясет, это не значит, что у него бесы. Это может быть реально потрясение человека, как написано, я вот специально выписал, это я говорил о трех основных путях, которые Бог передает нам в послание. Это Исайя, 21 глава, 3 стих. От этого чресла мои трясутся. Это, говорит, пророк Исайя, здесь вообще близко нет бесов. Исайя, 21, 3. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. И вот здесь мы видим три органа чувств, которые включены в присутствие, которое Господь подарил этому пророку. Это чувствовать, слышать и видеть. И эта чувствительность была не только в душе, эта чувствительность, она была в теле. И седьмая волна после схвата. Это рождение. Я не знаю. Я не знаю, кого ты рожаешь и кого Господь хочет родить через тебя. Одни в контексте могут рождать себя как пророка, как апостола, как пастора, как отца, как мать. Или, может быть, рождать какие-то вещи, которые еще невидимы, но которые нужно снести с неба на землю. Понимаете, как написано, как на небе, так и на земле. И вот здесь, вот здесь, я почему с самого начала сказал, что часто люди, они останавливаются на какой-то волне. Я говорю о чувствительности. Я говорю о том, что будь внимателен, почувствуй, где Господь хочет остановиться с тобой. Потому что есть нужды даже в нашей жизни, которые, они нуждаются, их провести через несколько волн, понимаете. Это как, вот, к примеру, есть книга, там, ее, еще не помню, как называется, это перетекание из сосуда в сосуд, как делается вино, когда в первом кувшине или сосуде вино забродило, там столько осадка, и покуда осадок не сядет. И мы думаем, что все, вино закончилось на этом. Нет, это бурда пока получилась, и ты переливаешь в другой сосуд, и там уже меньше осадка, без того осадка, и оказывается, даже в этом сосуде хватает осадка, и ты переливаешь его до той поры, покуда все не переболит, когда просто, ну, скажем, чисто, как скользает, я не винодел, но, ну, а с другой стороны, почему не винодел? Я сосуд внутри меня, я вот так могу сделать, и там виноград давится, и мне уже смешно. Я уже немного пьяный, аллилуйя, делай так, ладно, вот так, как зажмет, бывает. Ну, только, это, будьте осторожны, при людях, это, вино газровать, тайная комната, или в посте приходите, аминь, аллилуйя, слава Богу. И, Исаия 66, 6-го по 10-й стих, вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим, еще не мучилась родами, а родила, прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыну, кто слыхал таковое, кто видел подобное этому, возникла ли страна в один день, рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих, доведу ли я до родов, и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли утрогу, говорит Бог твой, возвеселитесь с Иерусалимом, и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью, все, сетавшие о нем. Дорогие, с самого начала, будьте чувствительны, при первой волне, которая может обычно приходить, которая заставляет нас, по-другому, даже слова нет, заставляет нас войти в молитву, это может быть нашей воли, это может быть нашей нужды, и, дорогие, но если ты начинаешь перетекать из одной волны в другую, то на выходе, ты получишь победу, во имя Иисуса Христа, поэтому я благословляю тебя, и вот с этими словами давайте мы подойдем к вечере Господней, примем ее, Аллилуйя, для того, чтобы в этой вечере Господней мы могли пройти и увидеть любую нашу нужду, любое наше желание, которое приходит от Господа, оно проходит через смерть, погребение и воскресение, может быть у вас, я не знаю, будут другие волны, но факт тот, что ты будешь знать, вот начало, вот конец, может быть это будет, как Юнгичу там в одно время говорил, как проведите вашу нужду через кемию Давида, вот ты ставишь ее на жертвенник всесожжения, потом она приходит к умывальнику, я не знаю, но я показал то, что со мной происходило, Аллилуйя, и я записал все эти вещи, говорю, Господи, спасибо тебе, потому что я на самом деле пережил определенное рождение, получил свободу, получил подкрепление, получил его любовь, Аллилуйя, получил вот это и пьяное состояние, и состояние мира, и это не просто было ради каких-то мурашек, а это было ради победы, ради рождения Орелой, Исаака, и от Исаака, всех тех, которых мы потом увидим, как песок на море, на берегу моря, и как звезды на небесах. Мы благодарим тебя, дорогой наш Господь, за твое тело, за нас, Владимир Мамин. Аллилуйя,